Всем привет, с вами Прэшос, и в этом видео я хотел бы вам рассказать, чем я занимаюсь на 55-м ранге приключений ежедневно и еженедельно. Первое, что я делаю, это отправляю своих помощников на экспедиции. Следующий шаг. Я узнаю у кузнецов из наших двух городов, где находится руда, и иду ее фармить. Этот кузнец нам дает всего три местоположения руды, как мы видим на карте. Кузнец из Льюэ дает их больше. Также, не отходя от кузнеца, я делаю руду усиления. Ее нам нужно много для прокачивания нашего оружия. Каждый день, помимо этого, я закрываю доступные поручения. Всего их четыре. Так, четвертое, вот, вот четвертое. Кроме этого, если вы качаете какого-то героя, вам, возможно, понадобится ресурс. Последним у меня был Сяо, и я фармил для него цветок Цинцинь, ходя по точкам спавна. Еженедельно я убиваю трех мировых боссов. Это у нас Двален. Это у нас Волчий Лорд Лупус. И последний, которого добавили, Тарталья. Также, не забывайте, что с помощью параметрического преобразователя, каждую неделю, мы можем ненужные реагенты превращать в что-то более нужное. Еще, каждую неделю, я хожу покупать артефакты. Так как их на прокачку нужно много, покупка их лишним не будет. Всего у нас три продавца. Один здесь. Не стесняйтесь, покупайте все. И два в Льюэ. Сейчас я покажу, где именно. Несмотря на то, что я прокачал уже репутацию в двух городах, я продолжаю делать задания репутации, так как они приносят нам немножко денег. Задания репутации. Вот в Льюэ. Вот в Манштанте. Так, придем ко второму продавцу артефактов. Вот. Линь, Лан. Если ее не будет на месте, а такой часто, просто перематывайте время примерно сюда. Последний продавец у нас находится на причале. Не забывайте, что помимо игровых событий, сейчас у нас есть такое, иноземная гастрономия. У нас есть еще и браузерные события. В текущий момент их два. Я их выложу в описании. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотры. Надеюсь, новички осознали, что они будут делать на 55-ом и выше ранге приключений. Им это было интересно. А для опытных игроков я показал то, чего они забывают делать или совсем не делали. Хорошего вам настроения. До скорых встреч.